Девушки отдыхают Я спрашиваю еще раз, почему у тебя грязные ботинки? Перед тем, как заступить на пост, я поднялся к завскладу. Завсклада не было на месте. Я сходил к завскладу второго батальона. Завсклад был на месте, но, к сожалению, гуталина у него не было. Это не моя проблема. Я же говорил, это не ваша проблема. Нужно принять меры, чтобы во время учений наши солдаты были обеспечены водой и горячей пищей. Еще вопросы есть? А что мы решаем по поводу танков? Мною этот вопрос был поднят на заседании правительства. Решено танки обновить. На них мы установим ксеноновые фары и более широкие гусеницы. Преимущество таких танков в том, что во время боя... Сержант, фамилия? Сержант Молхосян. Сержант, вы спасли мне жизнь. Говорите, в чем нуждаетесь. Сегодня мы решим все ваши проблемы. Разрешите обратиться, господин министр? Разрешаю. Господин министр, я влюблен в дочь генерала. И она меня любит. Мы хотим жениться. Но нужно согласие господина генерала. Товарищ генерал. Да. Оказывается, у твоей дочки есть жених, а ты не знаешь. Какой жених? Да вот, сержант Молхосян влюблен в твою дочь. Значит, это ты? А? Это из-за тебя она так мучается? Это ты звонишь, молчишь? Я сейчас встану и как следы... Минуточку. Ваши личные вопросы оставьте на потом. Ты лучше скажи, свою дочь за сержанта Молхосяна отдашь? Господин министр, таких сержантов в моем подчинении около пяти тысяч. Но это же неуместно. Дочь генерала за сержанта какого-то. Вы, конечно же, простите меня, но как вы себе представляете это? Ладно. В конце концов, могу же я злоупотребить своим положением. А за старшего лейтенанта Молхосяна отдашь свою дочь? Павел Суренович, ну не пять тысяч, но пятьсот старших лейтенантов уж точно есть в моем подчинении. Дочь генерала и старший лейтенант? Как-то неуместно, не соглашусь, нет. Ладно, товарищ генерал, предложу следующее. Звание капитана пропускаю, а за майора Молхосяна свою дочь отдашь, он уже майор. Павел Суренович, я не хочу сказать, что звание майора мне не нравится, но сами сравните, где майор, а где генерал-майор. Между этими званиями огромная генеральская пропасть. Ну, сами посудите. Нет, это неприемлемо. А за подполковника Молхосяна свою дочь отдашь? Ну, господин министр, поймите. Хорошо. А за полковника Молхосяна и свою дочь отдашь? Господин министр, Павел Суренович, поймите, звание полковника – это тоже серьезная должность. Сам когда-то им был, но где полковник, а где генерал? Все-таки она дочь генерала. Товарищ генерал, я что-то тебя не пойму. Ладно, сейчас я сделаю то, что никогда в жизни не делал. За генерала Молхосяна свою дочь отдашь, он уже генерал. Павлик, дорогой, что ты унижаешься? Неужели такой генерал не найдет себе девушку? Как будто оторвались. Хочу ты ряд? Вода у тебя осталась? Конечно, дружище. Рядовой Хачатурян, как ты обращаешься к старшему по званию? Как закончатся учения, я обязательно доложу командующему. А сейчас повторяю вопрос. Рядовой Хачатурян, вода есть? Нет, товарищ лейтенант. Ясно. Что? Не понял. Если хочешь стать профессиональным проверяющим, нужно исполнять следующие условия. Во-первых, воинскую часть надо проверять каждый день. Но, товарищ полковник, разве по закону воинскую часть не проверяют раз в полгода? За 10 дней до проверки они могут привести свою воинскую часть в такой идеальный порядок, что даже воинские части НАТО покажутся нам свалкой. Во-вторых, чтобы проверка была результативной, она должна быть неожиданной. То есть, на проверку лучше идти ночью и заходить на территорию части с задней стороны, и всё это делать в обмундировании рядового. Понятно вам? Говорите. Но, товарищ полковник, каждый день столько воинских частей проверять невозможно. Как это невозможно? Я сам лично уже как лет 10 так поступаю. Если хочешь, могу доказать. Сазан, соедините меня с любой из воинских частей, которые находятся в моём подчинении. Эх, да. Это воинское подразделение? Да. С какой периодичностью у вас проходят проверки? Вообще-то должны проверять каждые полгода. Но есть некто, кто проверяет каждый день. Эээ, а кто это? Ну, в министерстве есть один ядовитый полковник Ядоян. Каждый день приходит с проверкой. А Ядоян и вправду такой ядовитый. Ха-ха, спрашивай ты вправду. В нём столько яда, что спокойно можно открыть цех по его производству. Эй, мальчишка, а ты знаешь, с кем ты говоришь? Нет. С полковником Ядояном. А вы знаете, с кем вы говорите? Нет. Нет? Ну, тогда до свидания, ядовитый полковник Ядоян. Так тебя когда вызвали в военкомат? Завтра, рано утром. Как? Рано утром уходишь в армию? А что делать? Ни денег, ни связи, ни везения. Решил пойти в армию? Спятил? Ты хоть знаешь, что творится в армии? Заходишь в часть, тебя засовывают в комнату. Стригут наголо. Дают в руки веник и говорят, подмети свои волосы. Подмёл, всё, они тебя сломали. Не подметёшь. Будут бить, пока не сделаешь. То есть, пока не сломаешься. Теперь как правильно, подметать или нет? Этого никто не знает. Так это ещё что? Заходишь в часть, на плацу стоишь, куришь. И если ты мужик, сигарету должен бросить на землю. Бросаешь. Получается, пацанов сдал. Не бросаешь, значит, не мужик. Так-то, брат. Теперь как правильно, бросать или нет? Этого никто не знает. И потом мы тебе не решение предлагаем. Мы тебе предлагаем задачи. Так что мне теперь делать? Я не хочу идти в армию. Для этого есть верный способ. Ламаем тебе руку, и минимум шесть месяцев тебя в армию не забирают. Отсрочку дадут, и за это время мы что-нибудь придумаем. Вы дело говорите. Лучше сломать руку, чем идти туда. А шо, сходи, принеси из кладовки биту отца. Слушай, какая бита? Куй железо, не отходя от кассы. А ну-ка! Сломалась! Ну-ка, пошевели пальцами. Не сломалась, но уже на подходе. Вы что, без меня сломали? Нет, не сломалась. Еще только на подходе. Раз так, давай клади руку на стол. Сломалась. А теперь пошевели пальцами. Не сломалась. Ну, на этот раз точно на подходе. Ребята, хватит уже. Позовите лучше специалиста, моего соседа. Мясника Вартана. Он спокойно сломает руку. Хватит меня мучить. Сходи, позови. Держись, держись. Знаешь, что в армии творится? Когда из части в самоволку уходишь, военная полиция ловит, спрашивает, кто разрешил. Говоришь, сдаешь пацанов. Не говоришь, бьют, пока не скажешь. Теперь как правильно, сказать или нет? Этого никто не знает. Молодцы, умную вещь придумали. Дай бог, чтоб всегда встречались по такому радостному поводу. Дядя Вартан, можешь так ударить, чтоб рука сломалась? Слушай, он сын моего близкого друга. Ты думаешь, я не знаю, как надо ударить, чтоб она сломалась? Только сломать или сломать и посолить? Нет, только сломать. Без вопросов. А ну-ка, покажи руку. Слушайте, идиоты, что вы сделали? Какое мясо испортили? Испугался, когда били? Оно и видно. Когда пугаешься, кровь свертывается, витамины из нее улетучиваются. Здесь больше нет нормального мяса. Убери, убери руку. Давай другую. Давай другую. Вот. Вот это молодое мясо. Не бойся. Палка в руке, но я не бью. Приготовься. Четыре, три, два, один. Один, ноль. Готово. Бьют до тех пор, пока дождь не пойдет. А пойдет дождь, ломаешься. Вот такие дела сейчас творятся в частях. Теперь как правильно? Этого никто не знает. Слушай, в наше время такого не было. Мы всегда были вместе, в одной спайке. И мы со всеми справлялись. Призывная медкомиссия. Призывная медкомиссия. Вот так вот. А я ему говорил, не надо руку ломать. Выяснили бы сначала, больные почки или нет. А то сразу руку ломать. Ну-ка давай. Чешите отсюда. Придумали руку ломать.